Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Катя, и вы на канале Кейт Фоткейлера, если вы первый раз в этом канале посвященную исключительно тому, как я худею с большого веса после многолетней обжаловки. Сегодня будет, наверное, финальное видео этого года, и мы сегодня с мужем будем смотреть и реагировать первый раз на финал моего самого любимого шоу «Взвешенная счастливая украинская версия». И как люди похудели, это в прямой трансляции, видите, у нас наушники, чтобы вы не слышали крики ведущих. Так что все у нас будет замечательно, и давайте поделимся вместе теми нереальными, просто нереальными фигурами, которые мы сегодня увидим и зарядимся к Новому году. Ну их целый год же сменели, да? Ну нет, с сентября. С сентября, ну половину уже забыли, так редко их показывают раз в неделю, что забывают, что было. Уже с шестого, и сегодня мы узнаем, кто сильнее, женщина или мужчина, я уверена, что это женщина. И узелкова вперед. Узелков лучше, по-любому. Так что все, ну что, мы начинаем смотреть. Если какие-то будут технические эти, не обращайте внимания. Сегодня у вас есть абсолютно все шансы увидеть меня плача. Если Юра сегодня такой немножко скованный, это означает, у него сильно болит спина, и он такой, как девушка у меня сидит. Но на самом деле вы только что посмотрели, как Узелкова с Узелковым потанцевала, и я уже плачу. Так трогательно, я теперь опять их не увижу так долго. Да ты уже плачешь, еще никого не показали, он плачет. Трогательно, ну посмотри, какие-нибудь анонасы. Ты скажи, что мы так это не стали называть. Если вдруг будет называть кого-то очень странный бейби-дайби, они сами себя так назвали, и у нас запомнилось. Там Женя себя, не помню у нее фамилию, он тебе потцом назвал, что он такой сидит с Женей на шее. У меня теперь потцом, вот потцом и остался. Кошечка там такая, которая до финала дошла, она не кошечка. Ну блин, мы ее все кошечкой назвали, уже с мужем не можем по-другому. Куркуль, куркулем. Все, то есть уже анонас, анонас, полкило, полкило. Полкило вообще классно, как не кухон. Да. Ну что, первая пойдет Алена, она еще непонятно попала ли она в финалы. Это у нас, кто назвали, кошечка. Мы ее кошечкой назвали, она пять раз только вылетит. Рекорд смела, да, с рекорд смели. Помню, в каком-то сезоне была Марина, вот она так же, а вот это... Смотрим. У нас очень было с Юрой неоднозначное мнение по поводу нее. Мы ее любили, не любили, уже прикалывались, все. Ну и, как я понимаю, лагерь ее не очень любил. Ну и сейчас узнаем результаты. Там у нее жесткая история, ее насиловали, ее там дважды рассиловали. Ужасно пострадала во время войны в Украине. В общем, беда, беда, беда. И, ну, смотреть за ней было одно удовольствие. С удовольствием ее назвали кошечкой. Не мы ее не назвали. Да мы ее кто-то там назвали. Там так было так. Потому что она проходила конкурс, помнишь, тебе под лазерами пролезать надо. Патендует на какую-то выручку? На деньги? Да, да, если сейчас она финалистом станет. А, ну вот видишь. А-а-а-а! Ты видел, ты видел? Нет. Она как Узелок! Она как Узелкова! А-а-а! Офигеть! Выкоси, я была права. Дай пять. Вот что деньги же творящие делают. Молодец, молодец. Не ожидал от нее. Она так вообще прикидывала, что такой слабый соперник. Пять раз под чертой. Посмотри на нее, она просто красотка. А-а-а! Офигеть! А-а-а! Слушай, я ее не узнал. Да килограмм восемь тысяч скинул. Да реально. Не, ну может там заграммироваться. Я ее не узнаю, я плохо так еще выделил. Боже мой, она просто звезда! Ну, конечно, выглядит шикарным. Аленок ты герой! Но деньги будет трудно выиграть. Там достойные конкуренты. Да она еще не понятна. Там может домашний победитель, если ее финал за Украина. Украина, надеюсь, вы проголосовали за нее. Роман Куркуль, да он добрый. Ромка классный, бизнесмен типа. Ну, типа, надеюсь, бизнесмен, чтобы у него дальше там все процветало. Ну, он так представился, что у меня там в селе точка. Как-то я так, может, обманываю, но что-то такое было. 151. Куркуль, ты! Ну да, он сам сказал, я не буду. Он совсем-то сам как пилел. Да, бар у нас, как бы, старый точек. 21 год, он сейчас. Молодец. Ну, готов? Ну что, похудел? Кто? Куркуль. Ну, по любому, он идет к цели, мне он нравится, он хочет быть депутатом. Ну, не, ну, не. Он должен показывать, что не, не. Ну, вот он такой был. Ромыч! Ромыч! Не подведи, Катеньку! Не подведи! Ты же, наверное, она болела. Копик уже, она следующая. Куденький. Мальчик, как ребенок! Мальчик, 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 он же молодой, он же сам по себе. Красавчик! Как-то ему как-то узкий костюм, мне кажется, взяли. Узкий, очень, да, утянутый какой-то. А-а-а! Рисок, красавчик, я тебе говорю, блин, вообще. А, мол, он же фильм снимается, реально. Реально, смотри, как фильмы можно снимать. Обалдеть, мальчик, какой красивый. И что, Алена? А, сейчас про Олю будет. Оля у меня, для меня, она такая темная лошадка. Я могу сказать, что прям очень эмоционально по поводу к нее отношусь. Ну, она такая лидер. Хитрая, умная. У тебя как раз будут... Там, блин, на мой взгляд, там были более хитрые, более умные. Она такая, более такая... Полкило, полкило серый кардинал однозначно. Не повезло я с ногой, конечно. Ну, вот как бы так, ну, неважно. А вот, Оля, она такой... Ну, Оля была хотя бы в семье, она не понимала, что у нее замечательный муж, пока не попала на этот проект. Она, по-моему, жестко была... Муж был жестко под каблуком, и тут она его красиво поменяла. Соотношения. Ну, что, похудела он дома? Ну, дома там... Дома кому-то легче сходить, кому-то... А вы как думаете? Момент есть, вот так с тобой. Похудела. Руки здоровые, еще на самом деле нет. Мне здорово, что-то мне кажется. Сейчас видим. Не спешите торопиться. Не суетись под клетку. Не выиграет, не выиграет. Финал, но похудела. Ну, нет, 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 нет. Молодец, похудела, но финал не выиграет. Ну, там финал, там понятно, кто выиграет. Если он чуть-чуть приложил усилия, выиграет браток. Это уже наше. Это рыба его так назвала. В лысой, золотой цепи, здоровый. Знаете, Роман и Шилова были, и вот у нее там всегда такие братка описывали. Вот, и я представляла себе приблизительно такое. Ну, вот у него там больше всего, чего можно скидывать. Если он чуть по сторонам... Ну, что ты можешь сказать, гроу? Он за игру скинул. Ну, ушла она примерно такая же. Браток, браток! Сенсация, сенсация! В истории проекта он даже самый тяжелый. Человек-гигант. Тихо, тихо, тихо. Вот скажи мне, Мася, психологический вопрос. На месте других финалистов ты бы радовалась за Аркадия? Нет, нет, не радовалась. Это игра, Юра. Да, то есть бедным финалистом сейчас стрёмно, как он выйдет. Четыре месяца скинул девяносто килограмм. За четыре месяца... Девяносто пять. За четыре месяца девяносто пять килограмм, находясь на проекте. Да, ну, мне кажется, это очень вредно для организма. Он ушел, по-моему, с проекта с весом сто пятьдесят. Хотя, в другой стране, с таким же весом как бы тоже вредно жить. Да, руку. Ни хрена, тетут. Давай, Аркаша. Походка тяжелого человека. Сейчас посмотрим поближе. Походка тяжелого человека. Ну, красавчик. Ну, похудел, конечно, он похудел прилично. С его весом, я думаю, это хватит для победы. Я думаю, килограмм восемьдесят шесть. Лисовочек. Девяносто. Ну, да не, мать, не девяносто. Не девяносто, однозначно. Посмотрите, ноги мощные. Но похудел прилично. У него очень много кожи осталось, к сожалению. Я думаю, этому хватит для победы. Блин, красавчик такой. Молодца, посмотри, как агрессивчик. Он все больше на братка не похож. Почему не похож? Семен он похож. Ему цепи не хватает золотой. Ну, сейчас да, хуже, конечно. Ну, что, после этой записи, которая длилась четыре часа, когда я стала все это монтировать, я поняла, что, к сожалению, я не смогу засунуть всех 17 участников в один, даже не в два ролика, поэтому мы решили ограничиться исключительно финалистами. Ну что, дорогие друзья, вот и закончилась эта замечательная, призамечательная программа, которая нам с мужем дарила огромное количество радости на протяжении четырех месяцев последних. Мы решили именно этой передачей закончить этот год, потому что этот год был хорошим годом, правильно? Ну... Были какие-то огрехи, но, в принципе, мы целы, мы живы, мы здоровы. Это самое-самое главное. Всем самого хорошего наступающего в 2017 году. Пусть у вас все-все-все получится. Пусть у вас сбываются все ваши мечты. Не бойтесь прыгать выше своих меч. Пытайтесь куда-нибудь дальше и дальше и дальше идти в своих желаниях и никогда не останавливайтесь. Я надеюсь, что и мы будем радовать вас. И я постараюсь в своем очереди в следующем году показать, что я достойна большего, правильно? И смогу похудеть намного, много килограммов, все-таки добраться до своего идеального веса. Спасибо вам огромное, что вы остаетесь со мной. И... да. Хочется вам пожелать, чтобы у вас все в этом году было и вам ничего за это не было. С наступающим Новым Годом всех! С наступающим Новым Годом! Заготавливайте огромное количество всяких вкусных салатов, шампанского и вообще радуйтесь, потому что... Ты знаешь, что некоторые уже стали, чтобы не получить дозу майонезного отравления, начали заблаговременно майонез в пище добавлять побольше. Я знаю. Всем самого хорошего. Любите себя, любите своих близких. И у нас все будет замечательно в следующем году. И это точно. И я это знаю. А-та-та! Пока-пока!